У нас на повестке дня ряд важных вопросов, которые мы с вами должны сегодня обсудить. Тематика, безусловно, одна. Это антитеррористическая защищенность нашей республики. Хочу сразу же отметить, что ситуация в регионе с точки зрения антитеррористической защищенности характеризуется как спокойная, стабильная. Тем не менее, угрозы сохраняются. Они, конечно же, в первую очередь обусловлены определенными нашими провокационными особенностями. Я имею в виду близость к регионам Северного Павказа, где периодически продается режим контактно-периористических операций, которые в Древней Республике. Близость к украинской границе, откуда сегодня есть потенциальные возобновения банк-формирований или террористов-одиночек. Поэтому угрозы, безусловно, существуют, и нам необходимо иметь это все на контроле и предпринимать ряд мер, которые помогут эффективно противостоять этим угрозам. В частности, сегодня мы с вами должны обсудить ряд вопросов по распределению полномочий в правительстве Республики Коруния. В части, касающейся расширения этого списка, это, в первую очередь, касается Минтранса, МинДЖКХ, Министерства социального развития. Министерство социального развития в той степени, в которой это будет иметь отношение к миграционным потокам, которые проходят по территории Павлуки. И мы должны обсудить эти вопросы в связи с тем, что мы должны внести изменения в постановление правительства, принятые они так давно, и расширить список полномочий. Что касается Минтранса, хотел бы отметить, что, несмотря на то, что у нас есть определенные, скажем так, не достижения, а результаты по эффективности обеспечения антиперистической защищенности объектов на транспорте, Но, тем не менее, от сегодняшнего дня, в плане, у меня, у нас эти объекты, вернее, перечень этих объектов увеличивается. Как вам известно, два месяца назад я встречался с руководством Северо-Кавказского правительственного управления, В связи с 28 мая текущего года возобновляется регулярное железнодорожное сообщение, пассажирское, подчеркиваю, с столицей Российской Федерации, города Москва. В связи с этим, соответственно, наши с вами обязательства по обеспечению этого объекта всеми мерами безопасности должны быть сегодня, в преддверии уже пуска авто, вернее, железнодорожного вокзала в свободное обучение состояния, быть обеспечены. Есть еще ряд вопросов, не хотел бы на них заострять ваше внимание сейчас, мы, по сути, безусловно, в процессе нашего обсуждения, но на одном хотел бы все-таки остановиться вдвойне подробно. Это подготовка к важному политическому событию этого года, это выборы государственных объектов. На территории Калмыкии, как вы знаете, буквально на днях завершилось предварительное голосование, партийное голосование, которое проводило партия «Время России». На территории Калмыкии по всем оперативным участкам и в целом в день голосования была обеспечена безопасность объектов проведения голосования, был обеспечен общественный порядок. И я хотел бы призвать вас, коллеги, сделать все возможное для того, чтобы и в сентябре текущего года на выборы государственной думы, уже от шага масштабных, которые пройдут по всей территории Калмыкии, был обеспечен точно такой же порядок. Есть меры и инструменты наших с вами полномочий, которые должны предотвратить террористические, во-первых, экстремистические выводы во время подготовки и проведения выборов государственных объектов. Во-вторых, предварительный этап подготовки к выборам Государственной думы мы должны, причем это касается, в первую очередь, безусловно, органов исполнительного власти республиканского значения, должны предотвратить использование так называемых грязных технологий. Правоохранительные органы Республики Калмыкии обязаны взять на учет все существующие сигналы, связанные с криминальным сообществом, использованием их возможностей, связей для того, чтобы эти грязные черные технологии использовать и пресечь их на крайне. К 18 сентября, к дню выборов, в Государственную думу регион должен подойти к обычным, спокойным, стабильным состоянию. И граждане Республики Калмыкии должны иметь возможность свободного своего политического выразивания. Уважаемые коллеги, давайте приступим к работе.